Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. И как отметил глава Пентагона, это еще одна возможность подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. И это важный, очередной важный сигнал для Украины. Ну и стоит отметить, что сегодня Киев с неанонсированным визитом посетил министр обороны Германии Борис Писториус. Как связаны эти два визита? С этого начнем разговор с политологом-международником Дмитрий Левусь к нам присоединяется. Приветствуем вас, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу еще упомянуть, что вы директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, ну понятно, что эти два визита связаны. Да, Америке было важно показать, что несмотря на некие проволочки, связанные с Палатой представителей, все равно мы можем рассчитывать на помощь. А Германия продемонстрировала, что в это время она и Евросоюз подставят нам плечо военной помощи. Правильно мы понимаем? Я думаю, что вы абсолютно правы. И точно очень правильно, что рассматриваете эти визиты в комплексе. Это абсолютно логично. И можно пойти даже и дальше, поскольку речь идет о подготовке к очередному заседанию группы помощи Украине «Рамштайн», которое состоится завтра, и провести туда логическую цепочку. Это тоже очень верно. Ну и не забыть о том, что одновременно состоялся визит Шарля Мишеля, руководителя Европейского совета. То есть и визит президента Республики Молдовы Майя Санду. То есть абсолютно так, если на все это посмотреть в комплексе, то да, это история продолжения европейской интеграции, о продолжающейся комплексной поддержке Украины, несмотря ни на что. Особенно это актуально, конечно же, для США, потому что даже лично министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин он сам говорил о том, что есть двухпартийная поддержка Украины. Опять же, понятно, что внутриполитические проблемы, которые существуют в Соединенных Штатах, причем они такого, скорее, технологического свойства, поскольку вопрос с проголосованием помощи, он пока что висит в воздухе, но вот это зато не технологический визит Остина. Почему? Потому что, с одной стороны, казалось бы, это министр обороны, который обсуждает конкретные вопросы о конкретной помощи, и это действительно так, но, с другой стороны, это, опять же, такой знак, знаковый визит, который показывает, что вот, несмотря ни на что, есть механизмы, которые позволяют финансировать, которые позволяют оказывать эту помощь, есть средства Пентагона, которые могут сейчас пойти, и они идут вот эти 100 миллионов долларов, и есть в преддверии зимы вопросы, которые для Украины необходимо решать. И вот это, в первую очередь, ИПВО, это и то, как будет развиваться ситуация на фронте, и поэтому я думаю, что действительно надо на эти события смотреть не отдельно, а смотреть на них в комплексе. Потому что, кстати, даже вот визит Майи Санду – это такой знак того, что в Европе речь идет о европейской интеграции Украины и Молдовы совместным путем, это похожим треком, что тоже достаточно показательно. То есть, это несмотря на то, что в Молдове есть проблема приоккупированного Приднестровья, но, тем не менее, получается, что в Европе есть ощущение того, что у нас прогресс и в Молдове, и в Украине приблизительно на одном уровне. То есть, это достаточно интересно в плане того, что получается, что мы рассматриваемся как один регион. То есть, посмотрим, к каким конкретно действиям дальше это может привести. Ну, вот тут интересно вспомнить, что Майя Санду, когда комментировала свой визит, она сказала, что то, что ее визит совпал с визитом Шарля Мишеля – это не просто совпадение. А как вы считаете, на нашем евроинтеграционном пути нам облегчит задачу, если, ну, грубо говоря, нас пакетом будут принимать в Евросоюз рассматривать этот вопрос, приема пакетом с Молдовы? Или затруднит? Я думаю, что, вспоминая вообще историю нашей европейской интеграции, нашей Молдовы, вот эту определенную конкуренцию, которая всегда существовала, потому что вспоминали, кто на европейском треке продвинулся больше, то говорили, вот смотрите, Молдова больше выполнила условия, и раньше она, и ее граждане получили возможность передвигаться по Европе, да, с безвизом тут, и вот постоянно это соревнование, то, да, в определенном плане есть некоторые, наверное, некоторые опасения быть могут, но дело в том, что сейчас складывается впечатление, что, наверное, в Европейском Союзе как раз Украину рассматривают как локомотив, и вот тут Молдова как страна менее, да, не такая большая, она, наверное, здесь сейчас не рассматривается как тот фактор, который может затормозить. Поэтому, ну, у меня впечатление, что в данном, вот на данном историческом этапе затормозить наш путь это не сможет. Ускорить, ну, тоже вряд ли, но с точки зрения такой региональной безопасности и регионального развития, прием в комплексе или продвижение в комплексе, он для нас действительно логичен. При этом путинские пропагандисты, особенно в последнее время, активно убеждают российское население в том, что Украина вот-вот лишится поддержки как Европы, так и США, а визиты, о которых мы только что сказали, в очередной раз это опровергают. Но объясните, пожалуйста, насколько вот такие встречи с лидерами Европы и Америки важны именно в контексте развенчания этих мифов российских пропагандистов? Ну, действительно, мы, кстати, если посмотреть на российскую пропаганду, то они сугубо по фактажу, да, они используют те моменты, которые действительно существуют. Вот, ну, если не про европейскую интеграцию, да, а про США, то они говорят о том, что замерзла вот эта ситуация с голосованием помощи для Украины в Конгрессе, о том, что мало денег остается у Пентагона. И я думаю, что поэтому вот как знак такие визиты очень важны. Ну, естественно, по европейской интеграции обсасывание ситуации с Венгрией, да, которая выдвигает требования, которые на самом деле не имеют никакого отношения к европейской интеграции, это тоже входит в российскую пропаганду. Поэтому на этом фоне действительно визиты, они показывают, что ситуация выглядит по-другому, что есть главное стратегическое решение, что есть прогресс со стороны Украины, который вообще невозможно отрицать. И есть главное решение и такой цивилизационный выбор поддерживать Украину в войне с Россией и защитой ее территории. Потому что, например, Писториус тоже, он, по сути, привез четыре установки АРСТ, что в преддверии зимы, когда россияне однозначно будут бомбить, пытаться нашу энергетическую инфраструктуру, но более чем важно, это, знаете, как по делам их узнаете их. Вот это демонстрация делом, не какими-то пропагандистскими выдумками, ситуация, которая есть. Российские пропагандисты лучше бы рассказали о трусости Кремля, ведь визит Ллойда Остина, он что продемонстрировал? Вы обратили внимание, что в ночь перед визитом Россия не прибегла к массированным атакой с шахедами? А мы все удивлялись утром, что это был за перерыв, а потом стало ясно, именно в эту ночь Ллойда Остин пересекал на поезде, скорее всего, Украину, и это напомнило визит Байдена, когда стало известно, был выток в СМИ, утечка была в СМИ, о том, что Россия за несколько часов до пролета Байдена, Россия была поставлена перед фактом американской стороной, что сидите и не рыпайтесь, иначе будет плохо. Вот вам и красные линии, вот вам и отсюда грозить мы будем НАТО. Лучше бы эту тему они поднимали в своих пропагандистских программах. Так, ну, вроде все, мы обсудили все, что хотели у вас спросить. Спасибо вам огромное. Дмитрий Левусь, политолог-международник, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.